Номер один или в садах других возможностей, глава первая, беседа, первая. Вот, это он поет, видите, спит и поет, минутку. Это время на записи голос поет. Это место, где уходят в подземный мир по ступеням вниз, по бесконечному сходу, в десять кесов вечные льды, ибо так, как нет там движения. И это была дверь, калитка, полог в нижнее царство, из среднего царства, с земли. Никому не дано было видеть, как души уходят туда, тихо уходят, со страданием, с болью, протискиваясь, пролезая с трудом в эту дверцу, видя, прозревая, куда уходят, ибо так, как, поскольку трудно войти в эти льды, непомерные, бесконечные, труден путь смерти. Нет конца, кесы и кесы вверх и вниз, и у входа трехпалый, однорукий, спрашивает, какие новости есть, расскажите, а душа отвечает, как заведено. Хм, полагается, как нужно при встрече с незнакомым хозяином, никаких новостей нет, и замолкает. Так начинается вечное молчание навсегда. Так, вот здесь не пойму, сейчас вернемся. На записи голос поет с трудом. И глаза трехпалого, как гнезда птицы эхе, черные, в черных ямах, а третий глаз, как слеза заката предзимнего, позднего лета порой, и изо льда вылезает, двигаясь, виляя, тонкая, как жгут, как мы певязываем на волосы, из белого конского волоса, трехпалая рука, длинная, как река Люнг, чтобы взять душу, и если уже сказаны слова, то нет пути назад. Там, в среднем мире, наверху, на земле, живой человек уходит. Это работа уходящего. Труд смерти. Человек, то нет, или ранен, или болеет, лежит один среди духов в лесу смерти, куда его отвезли на копыльях в лупке, завернутого в товар. Духи уже начали пожирать, грызть его душу, и нельзя ему останавливаться на этом пути, ибо потому что духи уже вселились в человека. Падающего не поднимай, умирающего толкни, а тонущему не подавай багра. Слеги шеста, не бросай ему ни кошку. Это такой брусок с крючьями и неплавательный пузырь. Я сейчас отмотаю запись, я это уже переводил, мне легко. Три пальца подбираются, и вот уже духи жадно едят, въедаются, вселяются в существо, тело души. Не читайте заклинаний ваших алмесов. Спасти можно только тело, а в душе уже вот они. Живут, копошатся, трехглазые черные, но если человек не соглашается уйти, выходит наружу из колодца, сохраняет, бережет свою жизнь, то он, он изгнанник, он уже не он. Он сам с собой, он превращен, он в их власти, ему нет места среди живых людей. В среднем мире он дух, и войти в свой дом он не сможет, и жена не ляжет с ним, и мать его не кормит. Так, остановимся пока. Дело в том, что он предсказывает сейчас себе смерть. Да, вот, тут вот он кричит, что завтра умрет. Вот, коротко довольно. Дунин Манг Шул, видите? Второй. Что я вижу? Что я тут вижу? Первый. И он пропал, кстати. Все оказалось так, и между двух грудей. Второй. Так, стоп, ткни там, и что, не видно ни черта. Вот ты, ты зачем, зачем это, зачем это мне? Первый. Мне нужно пять тысяч долларов, я говорю вам на выкуп Кухарева. Второй. Так, опять за рыбу гроши. Ты мне что, для чего показываешь? За пять кусков я должен эту плешь смотреть твою? Какой засранец связанный, мычит, понимаешь? Этот только вышел перед тобой, ему деньги, полтора куска на экспедицию, снова. Теперь ты ворвался. Что Лена пускает, понимаешь? Опять ей конфетки принес? Я ее сейчас вызову. Откуда у меня такие средства? На выкуп я тебе уже сказал сегодня по телефону. Я это ни по какой графе не проведу. Бухгалтерия, та же Вера Никитовна, меня не поймет. И ты мне сказал, что предъявишь какую-то сенсацию. Первый. Я верну вам. Второй. Ты вернешь? С каких денег ты не зарабатываешь? Первый. Я работаю достаточно много. Второй. Да ночами тебя не выкурить. Старожка докладывала. А толку? Кто ты в результате? Вы сидите с отделом. Что вы делаете? Вообще вы игры компьютерные развлекаетесь? Я знаю, все знаю. Как маньяки сидите там. Ты вообще свою игру сочиняешь. Зачем я плачу тебе зарплату? Пьете на рабочем месте. Вот. На компьютере играете. Хороший вам компьютер. Зачем было покупать? Нет. Пристали с ножом к горлу. Конечно, для игр он понадобился вам. Домой просто ноги не идут. Да? Первый. Пять тысяч они просят. Ну не миллион же. Я верну. У меня сейчас на руках собран ценный материал. Второй. За четверо суток ты съездил в тайгу и собрал ценный материал на пять тысяч долларов. Вот это вот. Первый. Да, это так. Второй. А кто же его купит? Твой материал. Первый. Да, тот же Йеллоуфилдский университет. Второй. Здрасте. Они что, видели уже? Первый. Что-то примерно как бы они знают. Второй. Ты им что, показывал помимо руководства? Ты по интернету в Штаты перебежал? Развлекаешься? Первый. Нет, я вам принес. Они там только суть знают. И все. Как бы сам факт. Второй. Имей в виду, это и так все собственность нашего института. Понял? А не это вот. Так вот. Нужно срочно пять тысяч. Самый минимум. А еще мне надо добраться до туда. Еще долларов пятьсот, из которых четыреста билет на самолет. Сто нанять катер туда и назад, и как можно скорее. Второй. Денег нет. Первый. Маленькие пять тысяч. Второй. Сейчас я с голыми руками. Ремонт, видишь? Первый. Время поджимает. Они дали неделю. Через неделю его убьют. Второй. Я ведь нарочно не хотел оформлять этого. Вот этого, вот этого его как там. Первый. Да. Второй. Он же фактически уволен был. Ваш этот вот. Вообще не мой человек. Вы там со своим Никвасом такой хай подняли. Никвас убежал. Этот ваш, как его профессиональный кинооператор, автор фильмов. Он для меня просто никто. Бывший сотрудник операторов. Вон таких фильмов безработных. Сидит по домам. Мне потом сообщили лауреатов. Есть у меня связи в мире кино. Они уже брались найти таких людей. Артисты есть, молодой из ВГИКа. А я вам столько назову имен. Он говорил. А вы мне со своим завлабом подсунули вот этого. Иди. Только время тратишь. У меня его много? Нет. У меня его мало. Первый. Мало, я знаю. У нас очень мало времени остается. В смысле чего? Ты хотел сказать, угрожаешь? Нет. Я в смысле, что хорошо знаю. У вас мало времени. Вы им в смысле дорожите. Знает он. Что ты знаешь? Знаешь ты? Что ты в жизни-то знаешь? Пять тысяч. И все. Я отдам. Теперь вот тоже. Мамаша его. Она мне звонит. Мне звонит. Это как там ее? Ей обнародовали мой телефон. Видите? Верните моего сына. Супругу мою загрузила. Грузит, грузит. Ты ей телефон сообщил. Нет. Вынужден был принять меры. Самое дело. А то она на автоответчике оставляет крики свои. Супруга говорит. Хоть выкидывай. Дочь все время проигрывает обратно. Якобы там ее важные сообщения. Громкий крик. Вслух. Понимаешь? Верни ей сына. Послал людей. Вчера же. Поставили мне определитель номера. И зачем это мне? Моей семье. Вот я вам принес часть своих материалов, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Ну, нету денег. Продавай сам этому за рубеж. Хотя ты не имеешь права. Тебя посылал институт. Наша собственность. Да. Грант-то прислали из Йеллоуфилдского университета. Ну, поговори, поговори мне еще. На институт прислали. На целый институт. Ну, что вы будете делать дальше? Смотреть эту видеозапись? Там немного. 15 минут всего. Так что, иди отсюда, пожалуйста. Вышел человек в тундру поссать. И вдруг это 5000 долларов за выкуп. Ты виноват? Возможно, все вы виноваты, если кто-то погибает. Так он что, погиб? Нет, я его видел живым позавчера. Позавчера. Слово тебе, господи. Я вам уже по телефону говорил. А вот хочешь совет вам, мой, с этой мамой его. Пусть поменяют свою квартиру на меньшую. Сейчас такие орудуют. В один день все провернут. Оглянуться не успеют. Самое дело. А уже сидит в новой квартире в другом районе за городом. А я знаю. И с долларами. Посоветуй ей. У меня... Не приплетай меня к этому. Не наш он сотрудник. Вы знаете, психология пожилого, одинокого человека. Она всего боится. Потеряет и сына, и жилье. Первое, что она сказала, что это возможность продать квартиру, узнавшая о событии. То есть, о том, что сына взяли в заложники, это возможность. Ей тут же предложили соседи, которые давно зарятся на это дело, за стеной живут. И они ее комнату хотят. И она всю ночь тряской тряслась. Ее слова. Они начали стену простукивать, что ли, ночью. Или ей показалось со страху. Ну вот она вот такая. Нет. Так ты поменяй свою квартиру на меньшую. У меня нет квартиры. Это же жены. На все-то у тебя ответ есть. Ну и вот, я вам принес уникальнейшую видеозапись. Она тянет на большие деньги. Мне она зачем? Она и так наша собственность. Ты ее в отдел сдашь. Видите ли, это можно продать в ноябре на симпозиуме на Гавайях. Профессор Шапира купит из Йеллоуфилда. Я с ним свяжусь обязательно. Твой этот, что ли? Да знаю я о нем все. Который вам с Кухаревым Грант подкинул. Бывший наш старый научный сотрудник. До меня тут про него легенды ходили. Как он всех подвел, уезжая. Материалов взял и в том числе не своего. У тебя, в частности, скачал из компьютера. Это не соответствует действительности. Я ему сам дал свои наработки. А, ну вот, я же говорю. Пусть он и пришлет тебе за это пять тысяч. Их университет деньгами не швыряется. Ну, значит, сам пусть пришлет в долг. Это в Америке не принято. Они там берут в банки. Так ты проценты обещай, скажем, 25. Не принято, не принято у них. А ты уже просил? Я принес вам эту видеозапись. Редкая вещь. Может быть, вы захотите поехать с этой пленкой на Гавайи. Делать сообщение с 1 по 5 ноября. Дорогу и все. Они оплачивают. Шапира пришлет вам приглашение. Это же рай на земле, как они говорят. Я все равно не поеду. Но надо дать соглашение. Они уже формируют программу и список участников. Посмотрите записи. Сразу скажите мне, да или нет. Смотреть там, правда, почти нечего. Надо знать, о чем это и в каких условиях было спето. Ну, ты жук, умеешь. Хавай, Хавай. Слышал я такое. Произносятся Хавай. Они люди там были мои. А Париж, кстати, правильно называется Пари. Знаешь, Хавай, надо, надо говорить. Не, уикенд, а уикенд. Конец недели. Буду переводить? Стой. Это будет, не понял. Наподобие чего? Это неизвестная часть поэмы «Энтиолл». Поет Николай Лолл. О, завел ваши термины. Зачем мне эта неизвестная часть? Я и известную часть не желаю знать. Я вообще историк. Мне ваши мелкие подробности диссертации не нужны. Будем мыслить глобально. Просто перескажешь мне своими словами доходчиво. Мне тут доложили, я в курсе, что Шапира в Америке скоренько опубликовал перевод твоего этого перевода. Это раньше, чем ты тут его опубликовал. То есть он увел твои тексты. Я не был против в интересах народа «Энти». Пусть мир узнает. Я бы не смог опубликовать здесь. Дурак ты, стало бы. Дурак ты. По-тюркски «стой». Дурак – это «стой». Стой. Да теперь столбом. А мы, ученые, должны задом сидеть на своем материале. Они же используют, наши выкачивают буквально из страны. И спустя несколько лет он прислал нам грант, да? Да, собственно, какая разница? Кухарев с ним, что ли, якшался? Опять-таки для меня это не имеет значения. Но он грант прислал на него и на тебя. Да, так и было. И ты взял и еще все говорил, что это твоя тема, а не Шарпирина. А этот вот твой, как его, Кухарев? Вот, вот. И он что-то там, роли вообще не имеет никакой. Теперь уже это все не важно. Человека вот-вот съедят. Нельзя этого допускать. Вы понимаете? Что ты волнуешься, волнуешься? Красный стал лезть. Я вообще думал, что его уже нет. Да, уж. Нажарек. Как пустят такой плотный мужчина. Я займу у вас 15 минут. Но не больше. Прежде поясняю. Это так называемое ночное пение. Мне-то что? Хоть утреннее. То есть он поет во сне. Это специфика. Ну и что, как во сне? Что это дает? Подожди. Это из подсознания. Появляется, видите ли, архаический пра- как бы сказать текст. Про текст. То есть тот, который сам человек не может помнить. Память предков. Как при гипнозе, если выражаться доходчивей. Это ты имеешь меня для меня подоходчивее? Да я таких слов не знаю. Но ведь когда вы будете докладывать на Гавайях, не обязательно все поймут. Там разнообразный народ. А им надо внушить, что мы имеем дело с национальным гением. Он хранит в памяти семь поэм, каждая размером с Илеаду. Я перевел пока что пять. На английском опубликовано две. Хорошо. Давай слушать. Для доклада. Гавайскому, так сказать, колхозу. И еще одно. Николай Уолл исчез. Возможно, что погиб. Он себе это здесь предсказывает. Это его последняя запись. Была обнаружена только его сумка на улице у гостиницы. Он носил такой геологический планшет из щегольства. Но за Николая цену не объявляли. Да кому он нужен? Музей его заперт. Он был там директором музея. Там экспонаты интересные для туристов. Подлинный костюм Мамото. Начало двадцатого века. Белый жираф чучело. Белый жираф вот это вот уже что-то. В тайге гулял? Вот, вот. Сенсация? Он его выменял на скелет мамонтенка у какого-то музейщика в городе Лакна. А, это в Германии я там бывал. Нет, это в Индии почему-то. Откуда там белый жираф? Может, тоже обменяли, вероятно. Да должен вам сказать, что Николай Уолл знает будущее. Не хочет знать, но так получается. Он это дело скрывает ото всех. Валяет дурака. Пьет специально, чтобы забыть. Он однажды как-то об этом говорил за бутылкой. Не желаю знать будущее. Твое и свое. И, судя по записям, он предвидел и описал свой уход. Что же он сам не принял меры? Не спас себя? У них это не принято. Да они подчиняются судьбе сразу. Даже друг другу не помогают. В этом ночном пении как раз такая просьба к нижнему богу. Не оставлять его в живых. Ого, новости. Он великий дух. Он сам мамот, каких нет. Вровень с ним только Никифор. Но Никифор давно живет на Аляске. Перешел море пешком, как Гагара, как они говорят. Преподает в университете города Анкориджа. Кафедра Востоковедения. Как фэллоушип. Так, а это... Так, это Николай все предвидел. Но пошел на свое исчезновение с какой-то целью. Так, ты что-то упомянул какое-то, я не расслышал. Фэллоушип это как бы лауреат в некотором смысле. Дают деньги. Так, будь проще. Короче, дали ему грант. Мне что? 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 Дело предлагают. Я не знал, что это лауреат. Вот. Так что Николай свой уход предвидел. И сам с некоторой целью ушел из жизни. Ради чего-то. Как бы смертью смерть поправ. Как Иисус. Страсти новый нашелся. Типа решил пострадать как-то с прицелом. Ох. Кстати, у нас с ним был любопытный разговор об Иисусе Христе. Он интересовался. А у вас кто, Верховный Мамот? Я с таким энтузиазмом начал ему рассказывать про Бога Человека Христа. А он мне и говорит. Так это же евреи. Они что, русские? Нет. Так какое вам дело до того, что было у другого народа? Ох. Справедливо. Очень, кстати, по делу. Евреи, да. Нет. Самая моя жена называет их другая нация. Тех, короче, просто чурки называет. А девка наша повадилась. Ей было 12 лет в магазинчик. Вот жвачка, чипсы. Там какой-то Миша торговал. Мы потом выяснили. Мухаммед. На нее никто еще не смотрел. А этот Мишка, конечно, девочка русская, белая. Короче, приняли мы меры. Сидит за наркоту. А то у нее по телу синяки, понимаешь, засосы. И еще эта маленькая дрянь заявляет, что вы мне не знаете, как по ночам печь лепешка. Вы не трудились, покраснев крутится. Вот почему я к ним отношусь. Но ты продолжай, о чем мы. Так Николай говорит. Какое вам русским дело до того, что было у другого народа? О, именно. А я и говорю, что это не есть. Важно каждому народу по рождению принадлежит сын бога. А он, откуда вы взяли, что он сын бога? Это их мамоты сказали? Нет, я говорю. Это он сам сказал. Минутку. Я стал доказывать ему. Привел в пример воскрешение мертвых. Воду и вину. А, так это Лазаря, да? А мой Николай и говорит. А он себе пулю в лоб не пускал. И торжественно так. Ну тогда маленько слабый мамот. Так делать могут все мамоты. Мертвого заставить живым быть. Из маленькой еды много. Это мамоты могут. Ммм, действительно, любопытно. То есть, вот, умру я, а они оживят, да? Да нет, в целом, нет. Это все легенды и мифы, как всегда, непроверенные наукой факты. На чем обычно любая конфессия основана, все религии, чудеса, как бы. Но факты оживления были-то, скажи, ну пульнут-то, понимаешь, а? Ну, трудно сказать, в научной литературе не встречается. Так было или... Ну, он говорит, однако, что оживший человек, это уже будет не человек. В нем поселятся духи. А, так, ну, по семечку, самое дело. Во, во, во. Ну так вот. Он тогда стал толкать речь, что русские маленько чудные люди, они не имели отношения к какому-то народу, у какого объявился мамот. И почему-то они этого мамота стали считать своим богом. Не, ну, в целом верно схватывает чукчата твой. У нас ведь как-то свои там были, я не помню, правда. Да, такая поговорка есть. Помню, пню молились, то есть вырезом онному из ствола идолу. Да это же не играет значения, это же свое было. Ну, а я ему отвечаю, Николаю, что не только русские, но и вся Европа и обе Америки, так сказать, христиане. А он что? А чему он учил, спрашивает дальше Николай Уолток. Хитренько. Ну, я стал излагать учения Христа и тут начал понимать, что его слова сильно напоминают мне притчи Энти, их нравоучения. Ну, в сущности, все религии мира учат добру и прощению, ну, то есть тому, чего в мире по определению нет. Как говорил такой философ Франк, наши перегородки до Господа не доходят. Франк, фамилия, еврей, наверное. Наверное, Симон. Ну, вот, Николай молчал, хмурился, а потом стал говорить, что вот ваше это не убей, если в твой балаган прибежал лишенный разум, а таких бывает много, и начинает рубить топором твою маму, жену, детей, значит, надо дать ему это сделать. Где здесь смысл? Это же будет доброе дело, если ты его отправишь к нижним людям. Кто убивает, не может жить, он же должен умереть. Второй. Ну, верно излагал, я с ним согласен. А дальше он говорит, глупое это ваше учение, и еще глупее, если тебя стукнут по голове, надо снова ее подставить. Или тем более, маму твою бьют, а ты смотришь и говоришь, и мама, а теперь подставь другую щеку. Разумный человек по башке ведь бить не станет, а безумному подставлять голову не надо. Твоя голова нужна жене, старикам, детям, всей родне. О, думает, как я буквально. Я как мамот тут с вами все предвижу насквозь. Убить меня вы хотите, смотрят, смотрят как эти. Так вот. Дальше он, вот это ваше, не желай чужих жен. Это же еще глупее. Как же к тебе будут относиться жены, если ты их не будешь желать? Ха-ха. Бабам приятно. Да и любому человеку приятно, если его желают. Не говоря уж про меня. Не целованный, похоже, понимаешь, что савану губу укусила. А, так вот. Ну, это у них так называется экзогамия. Ну, то есть все женщины должны быть обеспечены половым партнерством, дальних родственников до конца детородного периода и мужской опекой в старости. А любой ребенок, родившийся у супружеской пары, считается сыном мужу матери. Вот, не понял. Да, это не важно. Они считают всех детей какой-то женщины общими детьми всех мужчин ее группы. И у каждого мужчины, таким образом, были дети от всех женщин этой группы. И дети к каждому мужчине относятся как к отцу. Таким образом, не бывает вдов, сирот, разведенных. Это товарищества по жене, так называемые. Обмениваются женами, заменяют погибших и считают все остальные народы очень несчастными, что те тайком изменяют друг другу, обманывают и так далее. О, вот это ценно, ценно. Шведская у них круповая семья, понял. В общем, да, там было возвращение к архаике, все эти хиппи, панки. Так вот, зачем я это все? Так вот, говорю я ему. Вот, еще он учит, сними с себя рубашку и отдай. Он об этом так говорит. Ты где видел, чтобы Энти оставляли человека на морозе голым? Каждый отдаст. И ребенок знает, что надо всем помогать. Кто у нас возьмет себе все мясо, если рядом голодные соседи? Кто у нас не отдаст? Да ты прямо как агитатор. Дальше. Не укради. Эта запись у Николая вызвала торжество. Говорит, я его не совсем понял. Разве нормальному человеку придет в голову воровать? Не воруй, не воруй. Так это только воры так говорят. Кто сам может украсть? Обычные люди не воруют. Хммм. Слушай, главное, они вот точно мертвых-то точно воскрешают. Это вопрос вопросов. Ну, вроде бы да, вроде бы. Сам не присутствовал. Они, например, по словам многих, могли прекратить ураган. А это называется, знать слово могли внушить целому поселку, что весь берег, к примеру, завален рыбой в то время, как поймали мало. Это называется отводить глаза. Ооо, ценный кадр. Могли ходить в царство мертвых, спрашивать, какая болезнь идет. Одна старуха послушала, что Николай говорит, вернувшись из Нижнего мира, и дернула с внуком за 50 километров. Ушла к соседям, а в поселке началась скарлатина. Ну, что еще? Мамоты, говорят, способны быстро найти пропажу, а если кого-то ранили, могут исцелить, выстрелив в эту рану еще раз. Словом, кровь останавливают, отрубленный палец пришивают. Один выстрелил себе в лоб и выплюнул пулю, но я этого лично не видел. Я не ручаюсь. Конечно, это легенды, так сказать, в любой религии. Мифы, мифы, неподтвержденные экспериментально наукой, так сказать. А конфессиональный пиар. Че? Религиозная реклама.